МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Выборы состоялись. Завершилось голосование за кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва. Начался подсчет голосов. Наблюдатели от ОБСЕ посетили закрытый участок в Гродненском кардиологическом центре. С самого утра здесь наблюдалась высокая избирательная активность. На выборы в первый раз. Десятки 18-летних гродненцев впервые отдали свой голос. Фиксики Аист и Карлсон как кандидаты на выборы главного героя Дня города впервые в Гродно организовали игровое детское голосование. Распорядиться своим голосом и финансами разумно. В Гродно прошла первая осенняя продовольственная ярмарка. Основной день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва в Гродно прошел активно. Уже с 8 до 9 часов утра многие гродненцы опустили в урны и бюллетени с галочкой за кандидата. Как прошло открытие избирательных участков и за что голосовали первые избиратели расскажет наш корреспондент Вероника Цыганок. В Купаловском вузе участок для голосования подготовили по высшему разряду. На часах еще не было восьми, а избирательная комиссия Гродненского центрального избирательного округа была уже в полной боевой готовности. На этом участке среди двух тысяч избирателей большинство пенсионеров и молодых людей, в основном студентов. Именно их комиссия ожидала увидеть в числе первых голосующих. Несмотря на это, первый бюллетень уже через пять минут после открытия в урну опустил возвращающийся с ночного дежурства гродненец Игорь Деменчук. Он при выборе кандидата руководствовался своими особыми критериями. Молодость, инициативность, честность. И сам всю эту жизнь добился. Депутат, по-моему, должен быть новый, не бывший уже во власти до сих пор. Сохранить те блага, которые есть, приумножить их и обязательно привнести что-то новое, по мнению абсолютно всех избирателей, это и должны будут сделать люди, ставшие депутатами. К примеру, супруги Зяблицевы отметили, Гродно сейчас на пике своего расцвета, и это нужно обязательно сберечь. Однако пенсионеры все же высказали и другие, более волнующие их пожелания. Наш депутат должен быть такой, чтобы немножко за пенсионеров, а то нам, как говорится, сколько пенсию не подбавляли, а цены растут. Мы всегда, сколько голосований проходит, мы все время сюда стараемся с 8-й приходить. Отголосовал, отдал свое, то, что положено мне. И если супруги Зяблицевы голосуют всегда в основной день выборов, то многие другие свой гражданский долг выполняют в дни досрочного голосования. На участке в Гродненском университете имени Янки Купалы свою галочку за кандидата уже поставили 48% избирателей. Сегодня, 11 сентября, как считают в избирательной комиссии, люди должны голосовать не менее активно. Мы, как комиссия, сделали для этого все необходимое, в том числе благодаря центральной избирательной комиссии, которая в этом году предусмотрела возможность предоставления избирательных материалов по кандидатам для всех жителей. Только наша комиссия на данном участке более 700 квартир мы обошли, разнесли информационные материалы, и мы надеемся, что благодаря этому в том числе будет достаточно хорошая явка в нашем избирательном участке. О том, что явка на этом избирательном участке будет максимальной, говорит первый час работы комиссии. Избиратели друг за другом следовали в кабинке для голосования и опускали бюллетени в урну. К слову, тем, кто не смог по состоянию здоровья прийти проголосовать, а это около ста человек, специальную урну доставят на дом. А для тех, кто отдать долг придет непосредственно на участок, организуют комфортные условия. К примеру, с 8 часов в столовое вузо уже начал работать буфет. Здесь по низким ценам можно приобрести самую разную продукцию, начиная с магнитов, заканчивая пышными булочками. К тому же, на участке постоянно дежурят врачи и волонтеры. Ироника Цыганук, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Голосование состоялось и на закрытых участках. Один из них в Гродненском кардиологическом центре. С первых минут пациенты, даже несмотря на плохое самочувствие, шли оставить свой голос за выбранного кандидата в депутаты. К слову, проголосовать можно было не вставая с места. В кардиоцентре есть переносная урна. За открытием голосования наблюдали представители миссии ОБСЕ. Подробнее в сюжете Юлия Косила. Без 15,8, но на участке для голосования в Гродненском кардиоцентре многолюдно. В первую очередь сюда прибыли многочисленные наблюдатели. Среди них и представители миссии ОБСЕ от Соединенных Штатов Америки и Финляндии. При них были опечатаны урны. На участке их две – стационарная и переносная для пациентов, находящихся в реанимации. На открытие участка прибыл и председатель Гродненского городского совета депутатов Борис Федоров. Кардиоцентр – первый в большом списке участков, которые он посетит сегодня. Я сегодня, как и все депутаты городского совета, посетим ряд участков. В первую очередь, те участки депутаты посетят, где они избирались сами, территориально, за депутатами которого они являются. Функция – увидеть, убедиться в самом начале, как урна опечатана, как это все происходит, нет ли каких-то нарушений. Во-первых, зарегистрироваться самому, увидеть, кто зарегистрирован еще, насколько все те, кто наблюдает, имеют соответствующие полномочия и права это делать. На участке в кардиоцентре зарегистрировано порядка ста избирателей, и судя по утренней активности, здесь ожидают большой процент явки. Большинство пришло сюда даже несмотря на плохое самочувствие. К слову, для многих акцент на здравоохранение в предвыборных программах стало решающим критерием при выборе. Проголосовал я, во-первых, за то, чтобы было в нашей стране лучше, чтобы здравоохранение было хорошее. У нас и так неплохое здравоохранение, помогают. За лучшую жизнь, так говорят. За лучшую жизнь, как в программах, многие и образование, и защита прав, как говорится, это все, это наша жизнь, это наша судьба, будем так говорить. Если мы не будем думать о будущем, то незачем жить в прошлом. Голосовать, конечно, важно. Обязательно нужно всем ходить голосовать. Я сам, в принципе, тоже член избирательной комиссии, а вот в этом году попал, конечно, в больницу, к сожалению. Вот. Призываю всех прийти, проголосовать обязательно. Так сказать, выполнить свой гражданский долг. В день выборов голосование проходит до 20.00. Однако на закрытых участках кампания может завершиться и до 8 часов вечера, в случаях, если все избиратели из списка опустят свои бюллетени в урну. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Свой гражданский долг в основной день выборов выполнил и глава нашего региона Владимир Кравцов. Председатель Гродненского облсполкома проголосовал на 7-м избирательном участке Гродненского центрального округа номер 51. По мнению губернатора, выбрать законодательную власть – важная миссия. В ее выполнении должны принять участие все жители Гродненщины, без исключения. Также свой выбор сделал и председатель Гродненского горосполкома Мячеслав Гой. Мы с вами каждый день живем по определенным правилам. Сами того не замечали. Эти правила называются законами и они регулируют нормы условия нашей жизни в государстве, которое называется Республика Беларусь. Поэтому от того, насколько там будут работать опытные, грамотные, подготовленные люди, будет зависеть и качество этих законов и меньше тех проблем, с которыми мы сталкиваемся на протяжении своей жизни. Я, как глава города, голосовал за стабильность. Голосовал за то, чтобы наша страна и впредь развивалась, работали нормально законы, а это, как правило, туда избираем людей с достаточно большим профессионализмом, с опытом работы, которые будут создавать законы, которые будут адаптироваться, законы к нашим реальным условиям. И это люди, в первую очередь, конечно же, я назвал профессионализм. Впервые дети приняли участие в выборах. В Гродно организовали игровой участок для голосования. Он расположился в Гродненском институте развития образования. Из пяти персонажей мультфильмов дети выбирали героя, которые примут участие в праздновании Дня города в следующую субботу. Всего проголосовало 74 ребенка. Победу одержали герои мультфильма Маша и Медведь. На втором месте Фиксики третье место занял Аист. Как проходили детские выборы в репортаже Юлии Косила. Многодетная мама Жанна Куванникова, выходя из дома с детьми, не подозревала, что и они сегодня примут участие в выборах. Правда, не в настоящих, а в детских. Ее старшие дети Ярослав и Настя смело отправились в кабинку оставить голос за одного из героев мультфильмов. Идея нам очень понравилась, потому что мы стараемся своим детям показывать, что нужно выполнять свой гражданский долг. Ну и так как они еще маленькие и не могут участвовать в выборах, им это было очень интересно. Поэтому такая идея, когда дети тоже могут проявить свой гражданский долг, мне лично очень нравится. Аист, Карлсон, Маша и Медведь, Элиот и Фиксики. Вот пять кандидатов на детских выборах. Такой игровой избирательный участок расположился в Гродненском институте развития образования. Здесь все как у взрослых. Бюллетени, закрытые кабинки и урна. Только накануне депутатство в овальном зале, а детский праздник. Результаты будут видны уже в следующие выходные на праздники. У нас сегодня до четырех часов работает участок. В четыре часа детский участок закрывается и мы приступаем к подсчету голосов. Тот герой, который победит, это будет большая ростовая кукла, которая будет участвовать в празднике Дня города. На детских выборах все-таки были поблажки маленьким избирателям. Родители то и дело заглядывали в кабинки и помогали сделать им выбор, что на обычных участках запрещено. Мы тоже решили подслушать, за кого проголосовали дети. Я пришла с моими родителями и братом и проголосовала за Элиата. Там было краткое описание про него и мне оно очень понравилось. Я сюда приехала выступать, петь свою песню и я проголосовала за Фиксиков, потому что я уже с детства смотрю этот мультфильм и мне он очень нравится. Я проголосовала Машу и Медведь. Почему? Потому что люблю их. На детский участок для голосования приходили целыми семьями. Практически все родители остались в восторге от такой идеи. Мы узнали об этом из новостей по телевидению и решили обязательно всей семьей поучаствовать. Мы с мужем всегда участвуем в выборах, потому что это наш гражданский долг. И это очень важно. И мы с радостью привели сюда детей, потому что дети тоже должны к этому приобщаться. После голосования маленькие избиратели могли заглянуть в комнату песочной терапии и немного отдохнуть. Ведь сделать выбор даже среди сказочных героев задача непростая. Юлия Косила, Юрий Дубовик, Новости, Гродно+. Взрослая жизнь начинается с гражданского долга. Сегодня гродненцы, которым исполнилось 18 лет, смогли сделать свой по-настоящему взрослый выбор. Как это было в нашем следующем сюжете. 18 лет – время, когда многое происходит впервые. Первый аттестат, первые лекции и, конечно, первая возможность взять в руки бюллетень и сделать свой выбор. Для Владислава Нечипора, который совершеннолетним стал не так давно, это, безусловно, волнение. Ведь сейчас выбирать нужно не старосту класса, а тех, кто ближайшие четыре года будут не только направлять, но и изменять нашу страну. Первый выбор в своей жизни сегодня делают десятки гродненцев, которым исполнилось 18 лет. Помимо СМС от Центра избиркома с просьбой прийти на выборы, поддержать и поздравить уже взрослых юношей и девушек традиционно пришли представители БРСМ. На участки для голосования сразу после заполнения заветного бюллетеня им вручили часы с 13-значным циферблатом. Это количество идей, которые молодежь передаст депутатам из 13 округов региона. В ходе акции молодежь давала свои инициативы, идеи, которые в будущем мы, естественно, будем их реализовывать. Поэтому я пожелала, конечно же, от лица городской организации им реализации их инициатив, побольше подавали инициатив, своих идей. Ну и, естественно, пообещала, что мы их будем стараться реализовывать. На участках для голосования то и дело появляются избиратели. Каждый из них делает свой выбор, предварительно изучив все плюсы и минусы кандидата, поскольку одна из главных задач Палаты представителей Национального собрания – рассмотрение законопроектов. А для этого нужно не только образование, но и опыт. Юлия Балтруканис, Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Торговые палатки, народные мастера и артисты на площади Советской вновь оживленно. Здесь прошла осенняя продовольственная ярмарка. Отдыхающие на лавочках и прохожие счастливы не только от выполненного гражданского долга, но и приятно низких цен на молочную, мясную, рыбную, хлебобулочную и фруктово-овощную продукцию. А это порядка 15% минус от торговой надбавки. Те, кто был еще на пути к избирательным участкам, не смогли устоять, чтобы не присоединиться к праздничной атмосфере. Вот как раз мы собирались ехать голосовать на участок, остановились в центре и очень нам нравится здесь атмосфера такая веселая, радостная, что поднимает наверное на такой вот дух нашей республики, какие все танцы, национальные костюмы, атмосфера очень, до чего тоже очень веселилась, танцевала. Очень приятно, очень рады, когда такое идет объединение нашей нации. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно позвонив по номеру 77-33-04. Я с вами прощаюсь. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова